Дорогие друзья, я сейчас приучался в Махачкалу для того, чтобы встретиться с очередным дагестанским героем, за которым охотятся все федеральные каналы России. Этот парень в Москве совершил невероятный подвиг и меня распирает радость от того, что наши парни из Кавказа прославляют свои республики и народы на всю страну. Спасителя, оказавшегося в нужное время в нужном месте, зовут Шамиль Магомедов. Сотрудники 76-й пожарно-спасательной части подготовили документы о награждении Шамиля Магомедова. Сейчас бумаги находятся на подписи у начальника главного управления МЧС России по городу Москве. Дорогие друзья, мы сейчас встречаемся с очередным дагестанским героем, который так богато в наших землях. В этих кадрах с уличной камеры видеонаблюдения запечатлен момент, как задыхающихся от дыма людей вызволяет из дома. Шамиль Магомедов из Кизляра, Кизлярского района Даджу. Шамиль недавний герой всех репортажей на федеральных каналах. Дело в том, что Шамиль спас в Москве из горящей квартиры жильцов в ситуации, когда окружающие люди просто не знали, что делать до прибытия МЧС. Подробности вам сейчас покажем в коротком репортаже. Анастасия Полукеева, подробнее. Это первые минуты пожара. На кадрах видно, квартира полностью в дыму. С третьего этажа людей спасают с помощью экскаватора. Садились на эту часть и, держа за эти зубы, я их потихоньку распускался. Водитель техники Шамиль Магомедов, он перевозил бетон на стройке неподалеку. Когда услышал крики, понял, действовать нужно быстро. А у меня вопрос, Шамиль. Во-первых, как ты там вообще оказался? Проводились. Наша фирма занимается благоустройством. И, в принципе, этот объект мы уже завершали. И это какой район у Москвы был? Это был Люблинский район, улица Верхние Поля. Вы там что делали? Прокладывали трубы или что ли? Мы устанавливали бордюры. Прокладывали бордюры и устанавливали перчатку. Ну, тротуарную плитку. В непосредственной близости от жилы? Да. Прямо напротив, где-то в метрах 15-е задание было. Это для тебя была постоянная работа или ты на временной заработке? Это временная заработка. Настоянная работа, у меня официальная работа государственная. Просто во время отпуска, в месяц сидеть дома, я предпочитаю выйти на заработки. Хорошо. Очень хорошее. Очень хорошее, кажется. Во время работы уже был вечер. Уже, в принципе, заканчивали работать. И постучились крики. Я находился внутри экскаватора, я даже не слышал. И в эти деньги генеральные тоже взялся за лапа, так скажем. И он мне это сказал. Руководитель вообще не послал. Да. И он сказал о том, что Шамейтам нужна помощь. Нужно подъехать. Как быть. То есть он увидел пожар, я так понимаю, да? Да, он увидел пожар. И обратился к тебе. Да, он обратился ко мне. Ну, там не было других вариантов. Со стороны подъезда там уже вход был заблокирован. Я так понимаю, что возгорание произошло в подъезде. То есть какой-то старый хлам, который был сложен именно в подъезде возле лестничного пролета, произошло возгорание, и жители не могли спуститься уже и выйти на улицу. Да, да, да. Не могли. Ну, заблокирован был выход полностью. Даже элементарно жильцы не могли открыть дверь. Такого бы дыма просто. То есть настолько быстро подъезд находит. Об угленные поручни, облезлые стены и раскуроченная проводка. Последствия пожара в одном из подъездов четырехэтажного дома на улице Верхние Поля до сих пор напоминает ОЧП, которое произошло здесь на днях. В огненной ловушке оказались жители сразу всех четырехэтажей здания. Я дома был, да, ко мне позвонили. Ну, я уже собрался выходить. Дым был. Идет, не видно почти. Там горели покрышки. Покрышки от тех машин. После наших действий, получается, наш объект, он был загорожен. Не было времени вручную, все там разбирать, заборы. Пришлось просто переехать, сносить, чтобы не было помех, от земли оторвался. Вначале передним ковшом, а у него высота подъема, она небольшая. И там уже собралась большая толпа, и они просили, чтобы они прыгали на ковш. Я тут вижу то, что... Ну, а то же техника новая, зубы новые. А эти люди были тоже возраст, и полные были они. Они просто, если не так произнимут, они могли себе... Ну, серьезную травму могли они получать. И какая высота от них до ковша была? Ну, где-то, наверное, метров два. То есть они должны были попасть в ковш? Да, даже больше. Даже больше. Наверное, около даже трех метров. Ну, для них это большая высота была. Я просто... Я сказал, так не пойдет. И развернулся с задним ковшом. Стал напасть задним ковшом, оторвался от земли на максимальную высоту. И с помощью заднего ковша, и с помощью телескопа вытянулся. Даже, получается, я до третьего этажа, она не доходила. Она доходила до низа балкона, получается. И им приходилось просто перелавить через балкон. Становиться. А я прямо вот на горе вот... Ну, на уши. Там реально уже не видно было. Тогда сам ковш... То есть валил дым даже из их... Их там не видно было просто. Подожди, это жильцы одной квартиры в таком положении оказались, да? Да. На третьем этаже. Да. Там, по-моему, в общем... Спасли, по-моему, 6 человек, помимо этих троих. То есть тебе удалось спасти троих, а плюс еще 6 родных. Там, по-моему, 6... 6 там было человек. Уже в других квартирах, получается. Они, по-моему, они обошли здание, потушили пожар и вытащили что-то. А эти, по-моему, на карету скорой, по-моему, уже, по-моему, не был изли. Пошел. Да, этот человек, который... Ну, последний был, этот мужчина, последний. Он спустился, я его спустил, он потушил ко мне, поздоровался. Он разговаривал. Он из какого-то дыма, я пишал, черный дыма. Да ты что? То есть у него уже легкие были наполнены? Да. А эта женщина, которая первая сидела, у нее, по-моему, кислородное голодание было. Она даже не понимала, где она, на чем она. То есть тебе удалось спасти трех человек, когда семья была, муж, жена? Там было их в общем 5 человек. В общем, да. Один, этот, чем здесь умирать, там... Что-то он сказал, я лучше себе ноги, что ли, сломаю. Он сказал, и спрыгнул. Но он спрыгнул на дерево. Это дерево его. Он зацепил его, мол, получать, от земли где-то на высоте, 3 метра он висел там. Это какой месяц? Это был ноябрь, середина. Ноябрь уже без листвы все было? Да. Реально голое дерево было. Она его зацепила то ли за ногу, то ли за ремень, там, я уже не помню. Он был первый. Это первый человек с дерева, который спустил, это уже при помощи переднего ковша. А остальные... А его ты первым смог спустить? Ага. С дерева он. Он на ковш перебрался, я его спустил, потом влезко развернулся и начал эвакуировать. Хорошо. А как, Эйзе, как ты вообще ориентировался в это время? Не, да, у меня вообще паники не было, честно. У меня единственная паника пошла, когда вот эти две женщины начали кричать, там, мама, там, я не хочу умирать, там. Чуть паника пошла, от того, что они начали кричать, там, хорошо были эти взрослые люди, может, они жильцы были, соседи, они успокаивали их. Я слышал, что это вообще твой последний день работы был. Да, я в этот день уже хотел уехать. Генеральный попросил, чтобы остался на решение. То есть ты вообще не собирался выходить на работу? Да. Ну, не собирался, да, я уже хотел уехать. Генеральный попросил, чтобы остался решен хотя бы на день. Так получилось, я отработал еще 15 дней. После этого ты еще задержался? Да, ну, начали звонить в федеральные каналы, журналисты, там всякие фотографы начали ко мне названивать, потом для этих новостных газет и журналов, там статью начали писать. И вот так вот осталось, прошел остаться. А еще ты стал лицом своей компании, получается. Да, позже еще и официальные дилеры этой фирмы начали звонить. Дилеры, имеется в виду продавцы и производители этой техники. Да. А они тебе что предлагали? Они хотели тоже снять сюжет. Как их техника стала фактически орудием спасения. Ты вернулся из Москвы и теперь чем ты занимаешься? Где ты работаешь? Работаю официально на своей пока работе. Подработка у меня. Официально работаю? Так, кизлянский электромеханический завод. В данный момент я вот уже больше двух месяцев работаю, занимаюсь продажей кизлянских ножей. От самих производителей кизляра, авторские ножи, под заказ. Ножи известны на всю Россию. И этот, в свою очередь, хотел бы вам тоже подарить. Я вот. Это подарок такой небольшой. Еще нашел он. Даже семенной надписью. Гравировка там. С гравировкой. С уважением, усанок и благо. Открыть можно? Нужно. 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 Нашел он. Теперь буду вооружен и очень опасен. Ты смотри какой нож, а. С красным маркетом. Нашел он. Это охотничий, разделочный. Что за ножи не подходит? И к тому в этом плане. Нашел он. Здесь тоже написать с уважением Руслана Курбанова, от Шумиля. Нашел он. Я искренне тебя благодарю за такой подарок. Конец на здоровье. Теперь главное довести его до Москвы. Чтобы у меня не конфисковали ее. Не, она не холодная даже. Не считается холодной. Да. Если бы она была холодной, там, паспорт сидела бы. А как определяется, в чем была специфика? Холодная или не холодная? От чего это зависит? Я даже, честно говоря, не знаю. Спецификация какая? Это не от длины? Нет, там, этот, кровотек идет. А, я понял, кровотек, да. Но этот, это не, не, не считается. Сам пользуешься ножом? Да. Для каких целей? По ходу ходишь? По ходу тоже. И это сунно тоже. Ножи очень красивые, конечно же. Я очень емко, потому что я сам занимаюсь походами и до этого снимал передачи на экстремальном виде спорта. Ну, буду рекомендовать своим друзьям, если оставишь мне ссылку на свою страницу. Спасибо. Да, еще раз искренне тебя благодарю. А теперь уже до встречи в Москве. Миша Аллах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...